Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов, и каждый, кто сделает репост этого видео в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Сегодня мы поговорим о том, как сценарное мастерство превратило обезьяну в человека. Несколько месяцев назад в зоопарке Сан-Франциско в возрасте 46 лет умерла горилла Коко, которая умела говорить. Она на самом деле различала более двух тысяч слов и знала около тысячи жестов жестового языка. Она умела шутить, умела описывать свои чувства. Грусть, недовольство. Самая ее известная шутка, она называла себя хорошей птичкой. Заявляла, что умеет летать, но потом призналась, что это шутка. А когда ее бойфренд горилла Майкл оторвал ногу у ее тряпичной куклы, она сказала на языке жестов ему. Ты грязный, плохой туалет. Ну вот образное мышление. Коко различало прошлое и будущее. Ей были известны такие абстрактные понятия, как скука или воображение. Когда Коко увидела лошадь с уделами во рту, она подала сигнал жестовым языком, что лошадь печальна. Она воспитывала котят. И когда один из ее котят умер, она показала жестами, что он ушел туда, откуда не возвращаются. Коэффициент ее интеллекта был по разным оценкам от 70 до 90. Вообще, ученые давно выяснили, что вот эта граница мышления между людьми и животными, она не непроницаема. Животные могут демонстрировать некие признаки присутствия у них мышления. Но они делают это только в неволе, только под давлением. То есть, животные начинают пытаться мыслить только тогда, когда их к этому принуждают. А в обычной для них среде разум им не нужен для выживания. И вот несколько дней назад я посмотрел на ютубе интервью с одним очень известным блогером. Раньше я читал его тексты, но видео я видел впервые. И это выглядело ужасно. Бегающие глаза, косноязычие и полная невозможность сосредоточиться на одной мысли в течение хотя бы пяти секунд. Хуже, чем у рыбки Гуппи. Ну то есть, буквально, он начинал говорить фразу и к концу фразы он забывал, что было сказано в начале. И еще он все время шарил руками вокруг себя, как будто искал телефон. То есть, видно было, что он очень некомфортно чувствовал себя оффлайн. Когда-то, когда я работал в газете, мне случалось брать на работу в качестве журналистов, известных блогеров. И всех их в итоге пришлось уволить за полной неспособностью организовать свою работу. Они круглыми сутками торчали в своих блогах, отвечали на комментарии. Но сконцентрироваться на заметке в тысячу знаков, для них это была, блин, непосильная задача. For the records. Я это говорю не для того, чтобы оскорбить всех блогеров. Наверное, есть среди них и исключения. Да и сам-то я тоже в каком-то смысле некоторым образом блогер. Так вот, мне кажется, что вот это неконтролируемое блогерство, когда ты можешь писать, что хочешь, о чем хочешь, когда хочешь, в каком хочешь ключе, в каком хочешь объеме, оно ведет к очень быстрой деградации не только навыков письма, но и навыков мышления. То есть, давление дисциплины, создание ограничений превратило гориллу Коко в почти человека. А отсутствие этого давления дисциплины, оно превращает человека в почти обезьяну. То есть, я думаю, что если бы мы попросили этого блогера пройти текст на IQ, показатель был бы близок к показателю Коко или даже был бы ниже. Только нужно понимать, что у Коко не было выбора, а человек все-таки обладает некоторой свободой выбора. И все, что есть у человека, это давление стыда и страха, о котором говорил Лотман. И вот именно это давление, оно и создает культуру. То есть, если ты поддаешься этому давлению, ты остаешься человеком. Не поддаешься, ты деградируешь до обезьяны. Вперед к обезьяне. Помните, была такая книжка фантастическая? Я думаю, что сценарное мастерство это одна из немногих дисциплин, которая позволяет человеку оставаться человеком. Прежде всего, потому что в сценарном мастерстве очень много ограничений. Как изучать материал, как его обрабатывать, как смотреть, как слушать, как выстраивать историю, как создавать каждую сцену, как редактировать. То есть, невозможно написать сценарий по наитию. Нужны годы дисциплинированного обучения. И вот эта дисциплина, это то, что очень сильно меняет человека, вне зависимости от качества написанных им сценариев. Вот уже три года я беру для своего канала на ютубе интервью у писателей-сценаристов. И каждый раз я готовлюсь к интервью, изучаю биографию, фильмографию героя. И готовя вопросы, я ищу некую внутреннюю логику. То есть, я выстраиваю структуру нашего разговора. И вот что я заметил. Многие мои герои прямо в процессе разговора, отталкиваясь от моих вопросов, выстраивают свою историю. Это происходит неосознанно. Просто по привычке вот к этому дисциплинированному структурному мышлению. И наблюдать за созданием этой истории, это чистое наслаждение. Но, конечно, еще круче, это научиться создавать такие истории самому. Если вы хотите это сделать, если вы хотите научиться создавать свои истории, то вы можете присоединиться к нашей сценарной мастерской. Ссылка в описании видео. А если вы хотите перейти на новый уровень в вашем творчестве, в жизни и в бизнесе, то вы можете подать заявку в коучинг. Я Александр Молчанов. С вами все в порядке. Счастливо.